МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Дорогие мои, я очень рад, что сегодня так много молодых людей здесь." -"Ми шерзами, я очень рад, что здесь есть много молодых людей." -"Давайте, мы воздадим аплодисменты Господу." -"Слава Богу!" -"Слава Богу!" -"Слава Богу! Слава Богу! -"Слава Богу!" -"Это так здорово, потому что Бог нуждается в молодых людях." -"Дьёв, а что старым?" -"Дьёв, а что старым?" -"Но вы знаете, что у Бога нет пенсионеров." -"У Бога все молодые." -"Пур Дьёв, все молодые." -"И душа наша всегда останется молодой." -"Вы вначале пели здесь песню, и мне ее немножко перевели." -"О début de cette rencontre, vous avez chanté un chant, и он мне лаптипы traduit." -"И этим, я думаю, что мы задали тему сегодняшнего дня." -"Иисус сказал эти слова в Нагорной проповеди." -"Дьёв, я думаю, что мы задали тему сегодняшнего дня." -"Вы соль земли." -"Вы соль земли, вы свет мира." -"И знаете, кто лучше всех может осолить этот мир, и дать свет этому миру." -"Les personnes, кто лучше всех может осолить этот мир и дать свет этому миру." -"Как мы немолодые люди." -"Это мы, как des jeunes." -"Аминь." И поэтому, дорогие мои, но соль может осолить этот мир и свет может дать свет этому миру. Только тогда, когда они будут жертвовать собою. Потому что если соль останется у нас где-нибудь в шкафу лежать, а свет, мы его, да, как если о тех временах, в которых писал Иисус, эти свечи, которые остались тоже где-то лежать, то они никогда не дадут света. И пусть это будут самые лучшие свечи. Если они не пожертвуют собой, они не дадут света. И поэтому я вас призываю просто пожертвовать собой, чтобы увидеть славу Божью. И я вас очень encourage, чтобы мы увидим славу Божью, только тогда, когда мы пожертвуем собой. и поэтому это самое прекрасное. И потому что это самое прекрасное. Знаете, я люблю говорить об Иисусе. Я люблю говорить об Иисусе, потому что Он мой Бог, мой Спаситель, и я люблю говорить о Нем, потому что Он сегодня тот же, что и был вчера. И он не изменяется. И он не изменяется. Многие люди сегодня устали от христианства. Потому что это не работает в их жизни больше. Потому что это не работает в их жизни больше. Но я хочу иметь сегодня Иисуса, который действует сегодня. Но я хочу иметь Иисусе, который живет и действует сегодня. И поэтому это самое прекрасное. И это самое прекрасное. Дорогие мои, я тоже родился, или я родился в верующей семье. Мой, дорогие мои, я тоже родился, или я родился в верующей семье. И вырос в христианском духе. И я веку в этой атмосфере христианной. И с самых детских лет я знал об Иисусе. И у меня всегда было желание что-то делать для Иисуса. И это желание привело меня однажды в Сибирь. И этот желание один день меня привело в Сибирь. Где я 12 лет был миссионером. И я хочу вам сказать, дорогие мои молодые люди, это самое прекрасное время, о котором я вспоминаю. Это самое прекрасное время, о котором я вспоминаю. Знаете, по мере того, как мы становимся старше, нам много становится жалко то, что мы однажды сделали в своей жизни. Мы начинаем regrettать много чего-то что-то мы не делаем в нашей жизни. Но одно, о котором мы никогда не будем жалеть и не жалеем. И это время, которое мы отдали Иисусу. И это самое прекрасное. Это было особое время в Сибири. Многое, что мы пережили, которое мы не могли вначале понять. Почему Бог это допускал в нашей жизни? И об этом я хочу поделиться. И о том, что я хочу поделиться. Сегодня я смотрю назад, и я вижу просто славу Божью. И я просто каждому желаю, чтобы не просто мы знали о христианстве, мы не просто знали о Христе. Но я хочу, чтобы каждый не только знать о христианстве, но и главное, это знать о Христианстве. Мы жили Христом. Мы желаем жить с Христианом. И переживали Христа. И это было 19 января 1995 года. Это было 19 января 1995. Была наша очередная поездка, которая была по Байкалу. Мы решили, чтобы мы путали в Балкал. Я не знаю, кто из вас был на Байкале. Есть ли кто-то, кто-то был в этой регионе? Никого не было? Есть ли кто-то? Так, следующую поездку, надо вам срочно поехать со мной. Alors, вы полжизни потеряли. Вы потеряли. Если не побудете там. Это была очередная поездка, наша миссионерская, которую мы хотели посетить несколько сел. Я был уже женат. У нас было двое детей. И мне было 27 лет. И я была 27 лет. Я прощаюсь со своей семьей. Я сказал у меня о том, что моя жизнь может быть такой короткой. Я никогда не думала, что моя жизнь могла быть такой короткой. Мы хотели посетить несколько сел. Как я вам говорила, мы хотели посетить несколько сел. И попрощавшись со своей семьей, мы выехали на дорогу. И я салюю мою семью, и мы взяли на дорогу. Со мной были еще два наших служителя. И вечером мы приехали в первое село. И в вечернем мы приехали в первое село. Мы провели служение. И сразу в ночь уехали в следующее село. И в вечернем мы приехали в первое село. Там мы провели следующий день. И 21 января, это была суббота, рано утром мы выехали в последнее село, которое мы хотели посетить. И 21 января, это был суббота, мы приехали туда и провели там служение. Мы приехали, мы провели там служение. Были еще несколько вопросов, которые нужно было решить по жизни церкви. Мы должны решить несколько проблем в субботу, в субботу. Потом мы еще имели некоторые личные беседы. И вместе, пообедав, мы отправились в обратную дорогу. И после вечера, мы взяли в обратную дорогу. Все местные, или это люди из этой церкви, из этого села, они нас всех просили, чтобы мы остались на ночь. Потому что там, в Сибири, дороги очень плохие. И шел еще к тому очень сильный снег. Потому что в Сибири, эти дороги были очень плохие. И в плюс, они падали на ночь, в субботу. Но мы хотели поехать. Мы хотели поехать всю ночь, чтобы утром рано быть в нашей церкви в служении. Мы хотели поехать всю ночь, чтобы утром рано быть в нашей церкви в служении. Чтобы они ложились, раскладывались и спали. А козь до того, что мы делали в последние несколько дней, мы были очень тяжелые. И я предложила мне своих друзей о том, что я смогу поехать, потом мы поменяемся. И мы поехали из села. И мы поехали из села. Я думаю, что мы даже еще не поехали из села, как мои братья уже спали. И мы потихоньку поехали. Было очень сложно ехать, потому что дорога не чистится, все в снегу, и там только одна колея. Мы проехали где-то 20-25 километров. Мы поехали где-то 20-25 километров. Дорога спускалась уже к Байкалу вниз. И я увидел, как мне навстречу поднимались две машины. И я увидел свет фар. Я увидел свет фар. Для меня это не было что-то особое. Я был уже в многих ситуациях разных. Мы потихоньку съехали на одну сторону этой колеи и продолжали двигаться потихоньку. Когда мы поравнялись с первой машиной, мы свободно разъехались. Все было хорошо. И от этого ветра наших двух машин, этот снег, который так ложился на землю, он полетел в воздух. И я пару секунд не мог ничего видеть. И я одно только знал, там сзади едет еще одна машина, и мне нужно быть очень осторожным. И прежде чем этот снег улегся, произошел удар. И avant, что не было нестыкнуто, это в момент, что это произошло шок. То, что мы съехали на одну сторону этой колеи, а он ехал по дороге. Мы после узнали, что этот водитель, он был пьяный, и он ехал по дороге. И он даже не видел меня. И то, что он ехал по дороге, а мы съехали на одну сторону, и он задел нашу левую сторону. И потому, что он руляет в plein milieu и что мы сняли на другой стороне, он нас отрабатывал на другой стороне. От этого удара оторвало наше переднее колесо. И наша передняя часть машины нас согнула сразу. И наша машина была шоком и обнимана. Нас отбросила в сторону, развернула в воздухе, и он ударил нас второй раз. Мы слетели с дороги. Он слетел в другую сторону. Он слетел в другую сторону. Когда все утихло, у меня была первая мысль, первая реакция моя была, что с моими пассажирами? Что с моими пассажирами? Я повернулся так вправо и увидел, как Виктор сидел здесь рядом, один из служителей впереди, и он вскочил и пытался открыть дверь. И он вытащил ее на улицу. Они начали еще вместе смеяться, и я понял, что с ними все в порядке. Я понял, что все было хорошо, потому что они начали ригеть. Я думаю, теперь мне нужно отсюда выбраться. И я думал, что теперь мне нужно отсюда выбраться. И когда я начал шевелиться, моя левая нога повисла в воздухе. Она была здесь сверху сломана. Я просил, чтобы они меня вытащили. Они меня вытащили, положили на снег, и они начали молиться. Чтобы следующая машина очень быстро пришла. И она очень быстро пришла, меня туда погрузили, и мы вместе с Виктором поехали обратно в этот поселок, в больницу. Когда мы приехали в больницу, меня занесли в приемный покой. Меня положили на носилки. Медсёстры обступили меня. Медсёстры обступили меня. И говорят, а мы ничего делать не будем, потому что все врачи дома. Это была суббота, и все отдыхали. В России такое может быть. К нашему просто счастью, стояла машина скорой помощи здесь во дворе, и ее сразу отправили за врачом. И когда он забежал в приемный покой, он первое, что он начал делать, он склонился так надо мной. И он начал пальцами своими открывать мои глаза. И он начал открывать пальцами своими глазами. Он вообще хотел видеть, вообще жив ли я еще. Он вообще хотел видеть, вообще жив ли я еще. Вторую руку, он положил мне на пульс. И не поднимая головы от меня, так резко повернул ее на медсестер, и говорит, пульса нет. И, сан-реlever на тэте, он смотрел на тэте, и он смотрел на тэте, и говорит, но он уже не мог разобрать, но я думаю, что он просто отдавал приказы. Я не мог понять, что он сказал, но я думаю, что он был врачом. Это было последнее, что я еще слышал, как медсестры схватили эти носилки и побежали со мной по коридору. Это было последнее, что я еще слышал, и я потерял сознание. И я потерял сознание. Все остальное, что я сейчас буду дальше рассказывать вам, дорогие мои, это то, что потом сам врач, медсестры рассказывали в медицинской бумаге, которые мне дали потом. Что я буду вам рассказать сейчас, это то, что я вам рассказал, медицин, инфермируя, досье, которые я могу читать. Они бежали со мной в операционную. И когда они туда прибежали, они начали меня очень быстро готовить к операции. Их не интересовала больше моя нога, их интересовало что внутри. Ма жембе не интересовала больше моего нога, и они интересовало что внутри. Потому что если пульса нет, значит что-то внутри. С'il не было пульса, то это означает, что что-то не было внутри. Когда все было готово, они меня вскрыли. Когда все было готово, они меня вскрыли. Я был здесь весь вскрыт. Когда они меня вскрыли, врач пришел ужас. то, что панелью приборов рулем меня вдавило в сиденье машины от этого оторвало все мои внутренности желудок, селезенку, диафрагму и все мои внутренности улетели сюда под сердце 3 литра крови было уже в полости моего живота и к большому ужасу их было то, что в больнице не было резервов крови они даже не знали что делать хорошо, если сердце остановится, можно машины подключить но если нет крови, то смысл всего этого? и врач отправил медсестру, она просто побежала в поселок искать донора и когда она ушла, они вытащили эти внутренности все и врач принимает решение, они начали вычерпывать эту кровь из моего живота процеживать ее каким-то образом и обратно вливать мои вены и врач из нашей церкви, она была члена нашей церкви, она после мне об этом говорила она говорит, Андрей, эту кровь можно обработать она говорит, Андрей, это правда, что этот кровь, мы можем его реализовать но во-первых, не в их условиях и второе, не так быстро и не так быстро по-медицински, если эта кровь попадет в мое сердце легкое, можно все забыть медикамент, с солнцем, с солнцем, с солнцем, с сердцем, он может все забыть но они пошли на риск но они пошли на риск ведь им ничего не оставалось больше делать и не осталось ничего делать через несколько минут, мое сердце остановилось И они поняли, что со мной все закончено. Они сложили эти внутренности, все обратно. Закрыли меня на четыре шва. Переложили на носилки, накрыли простыню. Они махнули на двойную комнату, чтобы я еще два часа лежал. Они махнули на другую комнату, чтобы я еще два часа лежал. Чтобы дальше отправить меня в морг. Так остановилась моя жизнь на этой земле. И это так, что я остановилась моя жизнь на этой земле. Знаете, дорогие, многие люди часто говорят о том, что если я умру, все закончится. Если есть сегодня кто-то здесь, в нашем зале, кто так думает, то я хочу вас разочаровать. С нашей смертью только все начнется. Это только начало. Бог дал нам жизнь на этой земле. И без разницы, сколько мы проживем. 20, 30, 50 или 90 лет. 20, 30, 50, 90 лет. Это время дано нам для того, чтобы мы приготовились к вечности. И мы будем с тобой, мой дорогой друг, жить вечно. И, мой cher ami, мои хорошие друзья, мы будем жить вечно. Хочешь ты этого или не хочешь, веришь, ты не веришь, я и ты, мы будем жить вечно. И это от нас не зависит. И это Бог решил. Бог создал нас для вечной жизни. И где мы нашу вечность произведем? Зависит от тебя и меня. Только вот вопрос, где? Либо там, либо там. У ты с тобой будем жить вечно. Но мы с тобой будем жить вечно. Давайте мы вернемся обратно к больнице. Реvenом, не вне, рецептами. Я хотел бы вернуться к тому моменту, где моё сердце остановилось. В момент, когда остановилось моё сердце, я почувствовал как я вышел из своего тела и это было настолько реально как будто я вышел в другую комнату я вышел из своего тела и я начал подниматься наверх я дошел до потолка я прошел через него он мне не мешал я прошел через следующий этаж через крышу больницы я прошел через следующий этаж и это мне не мешало и в один момент я оказался сверху больницы я посмотрел вниз и опять мне ни стены, ни крыши ничего не мешает и ничего не мешало ни мур, ни тоя ни тоя, ни ни rien я вижу операционный стол я вижу врачей я вижу свое тело я вижу свое тело и что врачи что-то пытаются с моим телом сделать электрошок массаж сердца искусственное дыхание они хотели меня вернуть обратно к жизни и я вижу это все и здесь приходит мысль мне такая и тут акун я сэппенси что они со мной хотят с моим телом сделать я не хочу назад мне здесь так хорошо мне больше ничего не болит я не хочу назад и в этот момент когда я так размышляю об этом я вдруг слышу пение и это пение шло со всех концов и это пение шло со всех концов оно шло сверху снизу спереди сзади справа слева со всех сторон я не смогу вам описать это пение здесь на земле так не поют но это было настолько здорово это небо поет это ангелы поют и я жду этого времени когда я опять туда пойду чтобы там прославлять Господа я буду вместе с ними петь и я чантера и мне не надо будет больше проповедовать и я не буду больше прихожать мы там будем славить Иисуса я оторвал взгляд от больницы я оторвал взгляд от больницы я начал смотреть по сторонам думая кто же здесь может еще петь и я посмотрел все autour и я подумал кто может шантер я посмотрел так вперед я посмотрел и я увидел большую толпу людей они были в белых блестающих одеждах и они тоже пели и они пели и шли мне навстречу и они шли все ближе и ближе и когда они подошли настолько близко как вы здесь первые сидите и вдруг из этой всей толпы отсоединяется молодая девушка и она начинает идти ко мне и в этот момент что она идет ко мне я смотрю на нее и я ее вдруг узнаю это была девушка это была девушка из нашей церкви мы ее похоронили за два месяца перед моей аварии она болела белокрови и в конце ноября мы ее похоронили и в конце января моя авария и я ее узнаю и я ее узнаю она тоже в этой белой одежде она тоже меет ее лицо сияет supportive и она тоже пеет и она тоже пеет и она лечит SUBIS она подходит ко мне она с ungefандой и смотрит мне так в лицо и говорит Андрей ты тоже здесь и в этот момент когда она начала говорить со мной и в этот момент Наступила полная тишина. И она говорит, Андрей, ты тоже здесь? И она говорит, Андрей, ты тоже здесь? Я говорю, да. Я ей ответил, да. Она говорит, как это здорово. Но как это очень здорово. И в этот момент опять начинают все петь. И снова, на хоралке репли. Было такое чувство, как будто все небо пришло меня встречать. И я хочу вам сказать, дорогие мои, стоит идти этим путем за Господом. Стоит остаться верными до конца. И если кто-то не на этом еще пути, приходите. И, с'il vous plaît, если ты не te trouves encore sur ce chemin, viens. Нас ждет самая прекрасная встреча. Ни одного президента здесь на земле так не встречает, как нас там будут встречать. Нам не будут стелить красных ковров. Мы пройдем по золотым улицам небесного Иерусалима. И сам Иисус придет нас встречать. И Иисус Луи-мем придет на нашу встречу. О, дорогие мои, я жду этого времени. Мой, chers amis, я attends этот момент. Это самое прекрасное. Это самое прекрасное. Что нас ждет там вверху. Пусть Господь благословит вас. Но я хочу вернуться еще раз. Я хочу вернуться еще раз. В этот момент, когда они начинают все петь, И здесь момент, я над нашим городом. И, суда-то, я не думаю, что я над нашим городом. Я не думаю, что я над домом, где эта девушка жила. ее мама до сих пор живет в этом доме это девятиэтажный дом на седьмом этаже и опять мне ничего не мешает я вижу все что происходит в квартире я смотрю так со стороны и я вижу как эта мама этой девушки она сидит в зале в кресле и плачет и я вижу как слезы капают прямо на пол и здесь я слышу голос голос который пронзал всю вселенную это был властный голос в нем чувствовала сила власть и в то же время любовь и от этого голоса нельзя было скрыться нигде ни там вверху ни здесь внизу на земле ни под землей и он начал мне задавать вопросы и он начал мне задавать вопросы и многие часто говорят если я туда приду я уже найду что ответить если вы так тоже думаете если вы так тоже думаете если вы так тоже думаете то я хочу вам сказать это будет самая последняя глупость которую мы еще сделаем я хочу вам сказать это первый вопрос который он мне задал вопрос был la deuxième question это зачем почему она pleур я промолчал я не нашел никакого ответа я не нашел никакого ответа но она продолжала и сказал я хочу тебе что-то показать я хочу тебе что-то показать посмотри я поднял свой взгляд от этой квартиры я поднял свой взгляд от этой квартиры и я увидел под собой весь наш город я увидел как широкая дорога начиналась прямо с середины города она так поднималась над городом шла поверх города поворачивала влево и пропадала за горизонтом посмотри на эту дорогу сказал он и я посмотрел на нее и увидел что эта дорога была просто вся забита людьми я смотрел и я увидел что у меня есть plein, plein monde на этой дороге если бы кто-нибудь еще один захотел бы поместиться на эту дорогу ему бы пришлось остальных всех расталкивать настолько она была полна и опять следующий вопрос и еще одна вопрос ты знаешь куда ведет эта дорога ты знаешь куда ведет эта дорога я сказал господи знаю и я répondу да я знаю я знаю это дорога ведет в ад и все выше и уходил под облаком и он посмотрел на эту дорогу сказал он и я посмотрел на эту дорогу я там тоже увидел людей я их не считал но я думаю что если бы я их начал считать мне бы цифр хватило их всех пересчитать но это правда но это правда но если бы я их не считаю я думаю что я их не считаю я говорю я говорю господи знаю и я говорю да это дорога ведет к тебе в небеса и он продолжал и он сказал твоя миссия на этой земле не закончена ты пойдешь обратно я продлеваю дни твоей жизни и твоя задача будет с этого широкого пути на эту узкую дорогу везти людей знай что время коротко используй это время это были последние слова которые он сказал это были последние слова которые он сказал здесь еще опять момент и я опять в своем теле и я открываю свои глаза все темно я чем-то накрыт я чувствую я был в аварии я был в больнице но где я и в этот момент кто-то поднимает простынь с моей головы и это был врач они кого-то там искали и для меня это был как фильм замедленного действия я вижу как он держит эту простынь в руках и наш взор встретился и наш взор встретился представьте себя на его месте я вижу как его пальцы я вижу как его договорились что-то услыш麟 это простынь падает и как он просто убежал и он просто убежал и он просто убежал и он просто убежал через пару минут или секунд наверное прибежали мегестры après quelques instants les infirmières sont arrivées sont accourues elles sont arrivées encore avec une civière elles m'ont mis dessus et puis on est vite partis dans la salle d'opération entre temps ils avaient trouvé des donneurs de sang qui pouvaient être compatibles et qui avaient donné du sang j'ai ressenti comme faisait la piqûre pour la narcose et avant que je ne m'endorme j'ai vu qu'ils m'ouvraient à nouveau c'est sûr que pendant l'opération ils ont dû ôter beaucoup d'organes avec plusieurs de mes organes c'était impossible de faire quoi que ce soit alors ils les ont enlevés quand tout ça était terminé ils m'ont conduit dans la salle de réanimation et le lundi matin mon épouse est arrivée le médecin avait donné ses consignes et il avait dit il ne faut absolument pas que la femme d'André elle est vers lui avant que je ne l'ai vue elle est allée vers lui le médecin l'a regardée lui a dit écoutez madame votre mari vous allez le voir normalement nous ne laissons aller personne mais nous allons vous autoriser à aller vers lui mais nous voulons vous dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour lui mais votre mari ne vivra pas nous avons dû enlever beaucoup d'organes comprenez-nous bien de telles personnes ne vivent pas nous vous laissons aller vers lui parce que c'est les derniers moments que vous allez vivre ensemble sur cette terre il va falloir faire vos adieux mais s'il vous plaît ne pleurez pas devant lui elle a commencé à pleurer dans le cabinet du médecin et ensuite on lui a permis de venir vers moi mes chers amis je voudrais vous dire que mon épouse est vraiment un cadeau de Dieu pour moi c'est une bénédiction elle est restée près de moi pendant un mois et demi je voudrais vous dire à vous mes sœurs qui êtes là et les autres qui vont devenir aussi des épouses et des femmes Dieu vous a donné à vous les dames une mission particulière vous pouvez faire de votre famille une famille heureuse et je suis convaincue que si vous restez fidèle à votre vocation de femme et de mère Dieu vous donnera une grande récompense dans le ciel elle vous attend là-haut je sais et je crois que quand nous arriverons là-haut et que Dieu va donner les récompenses la récompense que je recevrai je l'offrirai à mon épouse parce qu'elle l'a méritée elle est une vraie bénédiction pour moi pendant deux semaines on a lutté pour ma vie personne ne savait si je vivrais mais moi je savais j'étais convaincue que je vivrais après deux semaines quand j'ai commencé à aller mieux on m'a conduit dans une chambre normale là je suis encore restée un mois après on m'a mis un plâtre et on m'a laissée rentrer à la maison je suis encore restée un mois à la maison puis on a enlevé mon plâtre et le 1er juillet avec mes jambes je suis allée dans mon église et j'ai recommencé mon ministère les médecins ne croyaient pas en cela ils venaient à nos réunions pour voir si c'était vrai mais je vis après une année et m'a envoyé à Saint-Pétersbourg dans un hôpital le médecin qui m'a accueilli là-bas il a lu mes papiers mes dossiers quand il a terminé de lire tout il les a posé sur la table et il a dit si je ne te voyais pas en lisant tout ce que j'ai lu j'aurais tout de suite dit qu'une telle personne n'est plus de ce monde si c'est vraiment vous alors remerciez Dieu que vous êtes encore en vie aujourd'hui et vous voulez encore être en bonne santé mes chers amis je vis personne ne peut savoir comment je vis aussi en Allemagne quand je suis arrivée on m'a auscultée pendant plus d'une année personne ne sait de quelle manière je vis on ne peut pas l'expliquer mais je vis et aujourd'hui je suis là parmi vous et vous vous êtes là aujourd'hui pour que vous puissiez entendre chacun nous allons vivre une vie éternelle Dieu nous a donné cette vie sur cette terre pour que nous puissions nous préparer pour l'éternité je vais terminer maintenant et en terminant je voudrais prier mais avant de prier je voudrais vous poser deux questions mais seulement soyons vrais перед samim собой vis-à-vis de nous-mêmes pas devant moi ni перед своими соседями ni face à vos voisins ni face à votre mari ni à votre épouse ni devant vos enfants ou vos parents ni nous allons être vrais vis-à-vis de nous-mêmes mes chers amis je pense que il est temps d'arrêter de jouer aux chrétiens nous devons vivre la vie abondante et il nous faut vraiment réfléchir au sujet de la vie éternelle la première question mon cher ami sur quel chemin te trouves-tu ce soir est-ce que tu te retrouves sur le chemin large ou sur le chemin étroit c'est vrai que beaucoup de personnes veulent être sur un chemin entre deux mais je voudrais te dire ce soir qu'il n'y a que deux chemins la troisième il ne faut pas compter sur elle et sur une de ces deux sur un de ces deux chemins tu te trouves ce soir mais sur quel chemin te trouves-tu la deuxième question пойme me правильно comprends-moi bien je ne te souhaite pas cela mon cher ami mais ça peut se produire le 19 janvier quand j'ai quitté ma maison je n'avais jamais pensé que je ne reviendrai jamais plus dans ma maison mais ça s'est passé mon cher ami si aujourd'hui ton coeur s'arrête ta vie s'arrête où vas-tu aller où vas-tu aller où vas-tu aller où tu iras vers le ciel où tu iras en enfer tu iras là à l'endroit pour lequel tu t'es préparé que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas et tu решаешь et c'est toi qui dessine au sujet de la vie etternelle combien de gens aujourd'hui sort de chez eux et ne reviennent plus c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable de parler de la mort mais c'est la réalité de la vie mon oncle disait toujours que les personnes âgées doivent mourir mais les jeunes peuvent mourir personne ne vivra sur cette terre éternellement nous allons quitter cette terre mais où allons-nous aller et si aujourd'hui tu ne peux pas répondre à ces deux questions si aujourd'hui tu n'es pas convaincu que tu es sur ce chemin étroit je voudrais vraiment t'inviter sur ce chemin étroit тысячe людей по всему миру пришли уже на эту дорогу des milliers sont venus sur ce chemin et toi tu es le suivant сделай этот шаг fais ce choix ne remets pas cela demain 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 ne t'appartient pas c'est aujourd'hui que tu dois avoir la certitude du salut c'est aujourd'hui que tu dois être sur ce chemin c'est aujourd'hui que tu dois être sur ce chemin il faut qu'aujourd'hui tu sois convaincu que tu ira passer l'éternité là-haut par la mer aujourd'hui je te prie mon cher ami ne ydi d'aille 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 sur ce chemin là-haut c'est dangereux d'être sur ce chemin vienne seulement mais il peut être dire mais qu'est-ce que je dois faire pour venir sur ce chemin étroit vienne dans la pierre je dois adhérer au monde spirituel ou je peux adhérer au monde démoniaque ou je peux adhérer au monde divin je dois déclarer au monde démoniaque que je le quitte et que plus jamais je ne veux faire à Dieu mais je veux dire adieu Seigneur je viens à toi je t'accepte et je suis à toi et ça c'est une question personnelle une décision personnelle personne ne peut faire cela pour toi tu dois décider de ton éternité personnellement et c'est pour ça que je t'avis je veux vous laisser une ou deux minutes pour que tu regardes ta vie pour que tu regardes ton coeur et que tu examines sur quel chemin tu es je voudrais vraiment t'inviter à venir vers Jésus ni ke moi ni vienne pas à moi ni vienne pas à une église quelconque je veux t'inviter je veux t'inviter mais je voudrais vraiment ta vie pour que tu puisses faire une vraie rencontre avec lui et je veux vraiment que ce soit un point fort dans ta vie aujourd'hui ce soir viens ici devant nous allons avoir ce court moment et si tu sens que tu dois faire ce pas et que Dieu t'appelle que tu le sens alors viens je vais t'attendre ici devant pour prier avec toi peut-être que tu ne sais même pas comment prier je vais t'aider mais tu dois t'adresser tu dois t'adresser toi personnellement tu dois dire et prendre cette décision que tu quittes ce chemin large je ne peux pas faire cela pour toi c'est toi qui dois le faire personnellement prends cette décision ce soir je vous invite à vous lever давайте мы встань je voudrais que vous fermiez vos yeux давайте мы каждый в свою жизнь посмотрим chacun je vous invite à regarder votre vie et si tu es mon cher ami si tu es là ce soir et que tu n'es pas entièrement avec lui alors tu décides de ton éternité ce soir vien avec moi vien sur ce chemin et toi laisse le chemin large vien nous allons enlever Jésus je voudrais vraiment prier avec toi ce soir la musique va jouer doucement et va nous accompagner dans la paix et dans le calme nous allons rester quelques minutes nous allons rester et si il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui mais si il y a quelqu'un qui veut venir sur ce chemin et toi vien avance toi ici devant je descendrai et je vais t'attendre vien vien avec moi prenez n'importe il y a quelqu'un prendre la paix c'est la paix la paix la paix Субтитры создавал DimaTorzok